Добрый день, дорогие друзья! Тема сегодняшнего видео Холка или Вдови Горби, как его еще называют. Кто не знает, это такой бугорок, образующийся в районе седьмого позвонка. Из-за чего он появляется? Смотрите, мы живем с вами в времена компьютерных технологий и массового и повального использования различных гаджетов. Согласитесь, что 90 процентов своего свободного времени многие из нас проводят как? Вот так, сидя перед своими смартфонами, планшетами, компьютерами. И при этом не задумываемся о том, какую колоссальную нагрузку мы создаем на шейный отдел позвоночника. А это так, объясняю. Смотрите, вес, средний вес головы среднестатистического человека составляет 5 килограммов. Но при наклоне всего лишь 15 градусов весовая нагрузка увеличивается уже до 12 килограммов, при наклоне на 30 и больше до 18. А это уже на секундочку вес шестилетнего ребенка. Чтобы ощутить в полной мере, можно, например, повесить гантелю, я не знаю, там весом 5 килограммов, попробовать походить, чтобы почувствовать, какую нагрузку испытывает наша шея. И в результате всего вот этого нашего у многих из нас, любителей гаджетов, формируется так называемый синдром компьютерной шеи. Это когда голова, шея, плечи выдвинуты вперед. Я молчу про эстетику, хотя здесь тоже ничего хорошего, и кожа становится дряблой на шее, и вот эти всякие кольца Венеры, и вторые подбородки. Я говорю про здоровье. Вот во всей этой ситуации львиная доля нагрузки приходится именно на седьмой позвонок. Это хрупкая конструкция. Но, слава богу, наш организм умен, и он умеет саморегулироваться. И чтобы не допустить каких-то серьезных повреждений вот именно в районе седьмого позвонка, организм начинает накапливать в этой области соединительную ткань. Он как бы создает броню, он защищает, понимаете, вот это ослабленное место. И если человек склонен, допустим, у него есть лишний вес, или у него какие-то гормональные проблемы, или еще какие-то проблемы со здоровьем, то здесь уже присоединяется потом накопление жировой прослойки, пропитанной лимфой вот именно в этой области. Потом начинается кольциноз, все это дело затвердевает, и в итоге возникает вот такой неприятный, и эстетически совершенно непривлекательный дефект, как холка. Но вы знаете, есть и хорошая новость. От этого недостатка можно и нужно избавляться, даже не прибегая к каким-то дорогостоящим процедурам или услугам специалистов. Все это можно сделать самостоятельно. Вот у меня у самой горбика как такового еще нет, но я провожу профилактические меры и предупреждаю его появление. Что я делаю? Я закрываю три основных вопроса. Первый вопрос это восстановление, грамотное восстановление. Сейчас объясню, что это. Второй вопрос это, конечно же, упражнения. Это физическая нагрузка, правильная, подобранная именно для этой зоны. Я говорила, что, конечно, желательно заниматься комплексно, где-то на серьезных площадках, но даже если вы не хотите или не можете по какой-то причине, можно проводить элементарные упражнения. Сегодня я вам покажу комплекс для таких, знаете, самых ленивых и покажу те упражнения, которые именно направлены на устранение этой причины, вот этого недостатка. И третий вопрос, который закрываю, это массаж, самомассаж, который тоже можно проводить дома. Но опять же, самомассаж не сработает без физических вот этих упражнений и без первого вопроса. Первый вопрос восстановление. Что это такое? Смотрите, я считаю, что если мы днем не в состоянии себя контролировать в полной мере, да, вот, да, вспоминаем, когда иногда, да, тут же выпрямляемся, но спустя какое-то время опять скатываемся, опять вот это все. Я считаю, значит, если мы днем не можем вот это как-то регулировать, мы должны восполнять хотя бы ночью, чтобы ночью во время ночного сна, во время отдыха вот эта шейно-воротниковая зона находилась в максимально комфортном состоянии и восстанавливалась за этот период. То есть я уже миллион раз говорила, что и от положения, как вы спите, да, и от постельных принадлежностей зависит 90 процентов успеха. Это должен быть правильно подобранный матрас. И прежде всего, девочки, это должна быть грамотно подобранная подушка. И я все-таки призываю, у кого есть проблемы такого плана шейно-воротниковым зонам присмотреться к ортопедическим подушкам. Я фанат ортопедических подушек, и я этого не скрываю. У меня их было много, и опыт у меня достаточно большой. Но, знаете, я была удивлена, что, оказывается, даже среди хороших ортопедических подушек бывают очень хорошие. И когда я приобрела свою последнюю подушку от южнокорейского бренда Canuda, я поняла, что мои предыдущие подушки это просто детский лепет. Еще раз говорю, у меня большой опыт. Но эта подушка меня удивила. Я не могу вам о ней не рассказать. Тем более, что официальный сайт, где я покупала эту подушку, там есть у них такая услуга, что в течение 60 дней, допустим, если вам не подошла модель, или, допустим, вы вообще просто уже не хотите ее использовать, вы можете либо вернуть деньги, либо вам поменяют на другую модель подушки. Меня это как-то, вы знаете, так взбодрило. И я поняла, что, в принципе, а чем я рискую? Ничем. Я приобрела. Ну, хотя, вы знаете, я использую ее уже, наверное, месяц, мысли вернуть у меня не возникало. У меня моделька называется Piano. Там несколько моделей. И мне подобрали девушки-менеджеры, проведя опрос, спросив у меня, какой у меня вес, какой рост, как я предпочитаю спать. Вот. И после этого вот они подобрали мне именно эту модель, за что я им безмерно благодарна. Значит, смотрите, здесь такая съемная наволочка, очень приятная. И изготовлена эта подушка из специальной пены с эффектом памяти. И степень жесткости у нее 2,5 из 5. Здесь вложена очень подробная инструкция, где расписано, как применять, как ухаживать. И даже обозначены на схеме все зоны у этой подушки. А зон у нее много. Это и боковые, это и поддержка шеи, и подкладка для регулирования высоты, которая составляет полтора сантиметра. Кстати, я ее оставила. Я ее использую, потому что мне по высоте самое то. Я прямо вот вписалась в эту подушку. Я еще раз благодарю вот этих девочек, которые мне подобрали эту модель. Значит, смотрите, здесь, вот как вам описать, голова помещается как в люлечку. И вот зона поддержки шеи, здесь фишка, я считаю, основная именно в этой зоне, потому что она создает невероятно комфортную поддержку шеи во время сна. Здесь, вот реально, я голова, у меня как бы я проваливаюсь в эту подушку. Вот я, честно говоря, к ней привыкала несколько часов, потому что когда я только легла, я сначала подумала, что я не смогу на ней спать. Но я не заметила, как я уснула. И впервые в жизни я проснулась без состояния напряжения, без каких-то ощущения скованности. Вот по эффекту использование этой подушки напоминает, знаете, как есть мануальный такой приемчик. Это когда врач, кто вот ходил из вас на массаж, знает, да, вытягивает руками немножко голову, то есть растягивает позвоночник. Вот здесь приблизительно идет то же самое во время сна. Очень комфортно, действительно, ну нереально комфортно голове. При этом, естественно, никаких складок не образуется на шее. То есть все ровненько. И вот если даже сравнить с другой ортопедической подушкой, кстати, тоже не самый дешевый. Вот смотрите разница. Вот зона поддержки шеи, вот вся фишка в этом. То есть вот в этой подушке все равно неправильным образом поддерживается шея, понимаете? Она получается как висит. Здесь же достаточно жесткий вот такой этот идет промежуток, но деликатно, деликатно поддерживает. За счет этого голова, конечно, вернее шея, она расслабляется, она отдыхает. И что хорошо, на этой подушке невозможно, просто физически невозможно спать на животе. Поэтому вот кто любит спать на животе, имейте в виду, вас эта подушка отучит от этого. Вот очень удачные боковые зоны для того, чтобы спать на боку. То есть там тоже есть как выемка такая специальная. То есть тоже ложишься и вообще, ну вот, прекрасный прямой угол образуется. Ну, то есть я говорю, я вписалась в эту подушку, и я реально очень довольна. Я считаю, что я грамотно вложила деньги. Так что, девочки, имейте в виду, обязательно задумайтесь о приобретении специальной подушки для сна, чтобы действительно ваша спинка и ваша шейка и плечики восстанавливались. Восстанавливались во время ночного отдыха. Так, далее я показываю вам упражнения. Вот элементарные простые упражнения и самомассаж. Значит, смотрите, это для особо ленивых. Допустим, у вас обеденный перерыв, вы где-то в офисе работаете. На все вы можете потратить ровно 10 минут, и при этом будет польза. И, допустим, сделать на ночь еще, да, дважды в день, и уже хорошо. Значит, наша задача прежде всего укрепить мышцы шеи. Вот, боковые и задние. Потому что, если мы этого не сделаем, то, собственно, сколько мы там не будем массировать, все равно у нас голова будет вот так вот, и поддержки никакой не будет, и эффекта будет ноль. Значит, соответственно, мы должны укреплять. Что мы делаем? Плечики взяли, развели назад, прямо вот лопатки, чтобы соприкоснулись, и обратно. И вот таких 10 подходов. Раз, два. Спинка должна быть ровненькая, и лопатки пытаетесь друг к дружке сдвинуть. Вот очень простое упражнение, но невероятно эффективное. 10 раз. Следующее упражнение. Просто вращаем плечами. Сначала назад. Опять же, хорошо прорабатываем так, чтобы лопатки у нас там сходили. Вместе, да? Три, четыре, пять. И пять раз в другую сторону, да? И таких сделать, ну, может быть, два-три подхода тоже неплохо. И еще одно упражнение. Вот сцепляете вот так вот замочек, кладете на затылок, ручки раздвигаете, и на выдохе сводите локти, а на вдохе распрямляете спину. И таких тоже 10 раз. Так, ну и дальше уже два упражнения непосредственно на эту группу мышц. Что мы делаем? Сцепляем замочек, опять же, руки. Кладем на затылочную часть, таким образом, чтобы большие пальцы находились вот, где заканчивается рост волос, по линии роста волос. Должны почувствовать, да? Вот мы должны почувствовать свои руки. Все. И потом, слегка наклонив голову, чтобы образовались вот здесь эти складочки, это нормально, мы начинаем на сопротивление. Как бы надавливаем головой на руки, а руки на голову. При этом руки мы немножко, при этом еще как бы тянем наверх. И остаемся вот в таком положении минуту. После того, как вы сделаете упражнение, вы почувствуете здесь, ощущения должны появиться именно вот здесь, в этой мышце задней, как раз в районе холки. И таких 2-3 подхода по минуте сделаете, и уже хорошо. И еще одно упражнение. У меня, видите, висит шарфик. Не просто так он здесь висит. Это, в принципе, тоже упражнение на сопротивление. Что мы делаем? Вот таким образом мы захватываем голову. И руками мы тянем шарфик, вы понимаете, вперед, а головой мы сопротивляемся. И вот в таком положении мы тоже остаемся на минуту. Спина должна быть прямая. То есть, видите, на самом деле, очень простые упражнения, которые самостоятельно вы можете выполнять. И все это займет, ну, не больше 10 минут. Ну, и сейчас я покажу элементарные техники массажа, самомассажа, как вы можете и чем вы можете массировать эту область. Потому что это тоже необходимо делать, чтобы разбивать, разбивать вот это образование, наверное, так можно сказать, чтобы улучшить микроциркуляцию крови, чтобы лимфооток там как-то, понимаете, взбодрить. Ну, в общем, самомассаж тоже делать необходимо. И начинаем мы с разминания трапециевидной мышцы. Вот насколько хватит сил, насколько хватит вам вашей гибкости, вот насколько глубоко вы можете достать, разминайте вот такими движениями снизу вверх. Но только не одну кожу, а вместе с мышцей. Значит, если удобно, можно делать двумя руками. Если, допустим, как-то что-то вам мешает, можете делать поочередно. Сначала одной рукой одну сторону, потом другой другую. Вообще, вот каждое из этих упражнений массажных надо выполнять где-то в районе минутки. Дальше упражнение мы будем пилить холку. Смотрите, вот ребрами, да, ладоней, как бы вот пилища и движения такие поступательные. Тоже, насколько хватит глубины рук, насколько хватит сил, вот делаем тоже где-то от 30 секунд до минуты. Далее, опять же, работаем с холкой, разминаем ее. Тоже прикладываем максимум усилий. Понимаете, главное, чтобы вам хватило ваших рук и силы, чтобы вы могли, ну, как можно сильнее прорабатывать эту область. Особенно, если холка серьезная, если она действительно вся такая забитая, то там надо, конечно, постараться. Можно использовать подручные приспособления. Например, банка, обычная силиконовая банка. Видите, у меня жира в этой области не очень много. Мне даже трудно ее вот как-то присосать. Вообще, на самом деле, по маслу, естественно, все проводится вот такими круговыми движениями. Но чтобы банка была у вас прилеплена к коже. Тоже где-то 15-30 секунд вот массируете. Хороший эффект. Далее можно использовать скребок гуаша. Я, правда, его не очень люблю, потому что все-таки, знаете, надо быть как бы уверена в том, что нет никаких там родинок, никаких там, не знаю, еще образований. Честно говоря, я как-то не очень люблю работать гуаша там, где я не вижу кожу. Но, в принципе, тоже очень эффективно. Под углом 45 градусов держим. Интенсивно. И так достаточно ощутимо, чтобы было нажатие тоже от 30 секунд до минуты. И вот самое интересное, девочки. Это для тех, у кого, допустим, не хватает гибкости, не хватает ручек. Вот такой массажер. Я его показывала в своем последнем обзоре товаров с Валборис. Купила очень довольна. Вы знаете, он действительно очень простой, но я считаю, как все простое, гениальное. То есть длинная ручка. Подойдет для абсолютно любой длины рук. Достать можно везде, где угодно. Очень хорошо прорабатывает. Натуральное дерево. Так что, видите, простое очень приспособление. Если интересно, можете зайти на мой тот обзор. И ссылочку я там оставила. Ну вот, друзья, Майя поделилась с вами очень простыми упражнениями, простыми действиями, которые, если вы будете совершать на регулярной основе, вы почувствуете улучшение. И вы почувствуете, как ваш этот вдовий горбик будет становиться меньше. Главное, девочки, не лениться. Главное это делать каждый день. И чем чаще вы это будете делать, тем лучше. Здесь ограничений никаких нет. Все. Надеюсь, видео для вас было сегодня информативно. Спасибо, что посмотрели. Прощаюсь с вами, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.